приветствую всех на моем канале подписывайтесь кто еще не подписан нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео вот такая проблема засохли бутоны орхидеи причем смотрите засохли не крайние бутоны что бывает достаточно часто если отсохнут бутоны орхидеи то вот эти крайние а средние первые бутоны хорошие дальше засохли и дальше цветонос продолжил движение видите растет в этом году какой-то бум просто в комментариях вопросом почему сохнут бутоны орхидеи на самом деле причин очень очень много давайте с вами рассмотрим 11 основных самых частых причин при которых бутоны орхидеи засыха первая очень частая причина это просто от того что мы дергаем переставляем орхидею когда орхидея растит уже бутоны вот в такой стадии и и переставлять дергать нельзя если на стадии цветоноса тот цветонос может замереть на этой стадии орхидея может сбросить бутоны если например при поливе орхидеи вы берете растение переносите в другую комнату скажем ванную там поливаете потом возвращаете вот сюда на ее постоянное местонахождение это все равно считается что мы дергаем переставляем орхидею и на это орхидея может среагировать с тем что сбрасывает цветы если орхидея уже цветет либо как в данном случае бутоны вторая причина это то что происходит перепад температур в любую сторону резко похолодало орхидеи видите стоят на подоконнике где-то уехали не досмотрели резко упала температура похолодало орхидея может среагировать в то же время и наоборот резко стало тепло жарко тоже орхидея может на это среагировать тем что отсушит видите вот как в данном случае вот эти бутончики следующая уже третья причина если обобщать это избыточный либо недостаточный полив орхидеи удобрением если орхидеи не хватает удобрения на стадии формирования цветоноса когда растет цветонос если не поливаем удобрением может не хватить сил и орхидея не может выгнать и вырастить цветок из этого бутона в то же время если мы поливаем орхидеи когда уже первый бутон распустился тоже орхидеи может сбросить как цветы, так и бутоны. Вот я вам покажу. Видите, там в конце стоит у меня цветущая большая орхидея. Как только распустился первый цветок, больше от орхидеи удобрением не поливалось. Спорный момент, поливать ли цветущие орхидеи удобрением. Скажу так, забегая вперед, далеко-далеко, свои цветущие орхидеи я удобрением поливаю. Но там очень много нюансов, очень много. Ссылочку на видео, где подробно рассказывала, как поливаю свои цветущие орхидеи удобрением, оставлю в описании под этим видео. Для чего поливаю? Чтобы орхидея доращивала цветоносы и постоянно цвела. Ей нужны для этого силы. Но вот на этой стадии, когда еще растут бутончики, видите, на этой стадии уже можно прекратить орхидеи поливать удобрением, чтобы не перелить. Следующая большая тоже причина, четвертая, скажем так, это будет сухой воздух. Понятно, что не хватает в квартирах влажности воздуха, особенно вот сейчас, зимний отопительный период, воздух достаточно сухой, где бы орхидеи не стояли. От сухого воздуха орхидеи также могут сбрасывать свои вот эти вот бутончики. Благо у меня на данный момент такая только одна орхидея, которая среагировала. Я в конце скажу причину, почему та орхидея отсушила бутоны. Но вот как я назвала сейчас причину, я просто хочу вам показать, у меня здесь вот лежит термометр, видите, показывает 18,2 градуса. На самом деле минус 2, это значит 16,2 на окошке сейчас градуса и 51 процент здесь влажности. Когда влажность падает меньше 40 процентов, то это уже ах, надо что-то срочно с этим делать. От сухого воздуха также орхидеи будут сбрасывать бутоны и цветы. Далее пятой причиной является сквозняк. То есть вот орхидеи стоят на окошке, если они не приучены, открывается где-то окно на проветривании, холодный воздух попадает. Балконная дверь, если рядом тоже попадает холодный воздух, либо вообще образуется сквозняк, от этого орхидея также может сбросить бутоны. Либо, как я говорю, это все относится и к цветам. Если орхидея, вот видите, как вот этот долматинец, здесь цветет. Пока орхидея не распустит все бутоны до последнего, я в сторону комнаты цветущие орхидеи не разворачиваю. Поэтому сейчас он у меня отвернутый, даже поворачивать не хочу. Как только вот до последнего бутончика, видите, вот все-все бутончики откроются, тогда развернув комнату. И к цветам все эти правила, по которым орхидея сбрасывает, точнее все вот эти причины, по которым орхидея сбрасывает бутоны, относятся к тому, что орхидея может сбросить и цветы, которые уже у вас раскрылись. Шестой причиной является то, что орхидея пересушивает, то есть недостаточно нет регулированный полив. Ну и также переувлажнение, то есть если слишком много поливается орхидея, также это может сказаться на том, что орхидея сбросит бутоны. Далее седьмой причиной является это недостаток света. И тот аргумент, что орхидеи вот сейчас стоят на окошке, совершенно не работает. В этот период зимний, осенний, начало весны, когда короткий световой день, орхидеям нужна обязательно досветка. 12-14 часов нужно, чтобы орхидеям был обеспечен свет. Видите, у меня вот сверху вот такая лампа. Много раз про нее рассказывала, показывала, все равно всегда спрашиваете. Это лампка фирмы Юниэль. У меня розового свечения. Обязательно досветку включаем. И утром я, например, включаю, вечером вот в такие серые, как сегодня дни. Видите, за окошком идет снег. Эту лампу я тоже включаю. Она у меня может работать даже днем, не отключая. Если же все-таки ясный день, тогда днем отключаю, но утром и вечером обязательно эта лампа у меня работает. И орхидея получает достаточно количество сета, потому что без этого не будут образовываться и бутоны, и цветоносы. А если будет, то будет недостаточное цветение. Она будет, знаете, такое куция очень маленькая. Восьмой причиной будет являться то, что орхидеи есть болезни либо вредители. И вредители, и болезни орхидеи. Сразу вы увидите, что цветочки будут эти просто увядать. Они будут никакие маленькие, а бутоны они будут сохнуть или даже не распуститься. Девятая причина очевидная. Это более характерно для новых орхидей. И когда мы приносим новые орхидеи домой, очень часто, что орхидеи сбрасывают цветы, быстренько отсушивают, то есть непродолжительное цветение. То, что орхидеи бутончики сушат. Для новых орхидей это стресс. То, что меняется климат, микроклимат, который у нас в квартирах, он другой, меняется. Все для них. Поэтому, конечно же, эти орхидеи, они могут сбрасывать и цветение, и бутоны. Десятой причиной будет являться то, что орхидея перемерцает. К сожалению, если вот, например, при транспортировке, опять же, есть ли новый цветок. Бывает, что и на наших где-то подоконниках или открытое окно не досмотрели, орхидея получила обморожение. Конечно же, в этом случае орхидея чаще всего все сбрасывает. И цветение, если уже цветочек раскрылся, и вот эти бутончики орхидейка будет тогда сбрасывать. Конечно, зная все вот эти причины, по которым орхидеи чаще всего сбрасывают бутоны, мы можем предотвратить, не допустить вот этого момента. Конечно, не гарантия, что если вот это произошла причина, то орхидея сбросит бутоны. Может и не сбросить. Тут 50 на 50. Но вероятность, что орхидея расстанется с цветами, либо с бутонами, она существует. Поэтому это обязательно надо учитывать. Ну и как я вам обещала рассказать, что же случилось конкретно вот с этой моей орхидеей. Это орхидея фронтера. Видите, она один цветонос поделила на два цветоносика. Здесь и здесь растет бутончики. Эта орхидея у меня растет в керамзите. Я жду, не дождусь, когда она уже вот этим отцветет, чтобы ее пересадить в кору. В моих условиях конкретно керамзит орхидея мне подходит. Орхидея, конечно, сейчас вам покажу ее сверху, по крайней мере, она выглядит, может быть, и ничего. Но я вижу, что она теряет тургор. То есть перспективы ее развития в этом грунте конкретно у меня нет. Поэтому буду ее возвращать. В общем-то, поливала я орхидею. Был у меня полив простой водой. Но я вам говорила, что сейчас при поливе орхидеи простой водой я довожу PH воды, чтобы он был где-то 5-5,5. Не меньше и не больше. То есть это считается идеальным для полива орхидеи. Смягчаю я воду с помощью лимонного сока. И не посмотрела то, что мякоть, сама мякоть, она попала в воду и в грунт. Я при том видела это, но посчитала, что ничего страшного не произойдет. И вот буквально я полила, и уже на следующий день я видела, как вот эти бутончики, они стали отсыхать. Конечно, можно сказать, что это совпадение. Может быть и так. Но больше рисковать я так не буду. И, конечно, здесь проблема не в том, что я лимонной водой полила орхидеи. Потому что поливала в тот момент я многие орхидеи лимонной водой. А в том моменте, что я поспешила и не пропустила лимонный сок, знаете, через сито или что-то. И здесь попала вода с мякотью. Опять же, я на это обратила внимание. Я это видела, но подумала, что ничего плохого с орхидеей не произойдет. А зря вот именно здесь у орхидеи попала где мякоть. Сам полив, вот именно она отсушила. Со всеми остальными орхидеями хорошо, что все хорошо. И цветоносы, и цветочки. Ну-ка, опять же, вот эти цветочки, конечно же, я не поливала лимонным соком. Здесь орхидея поливается на данный момент просто водой. Теплой водой, никакие удобрения, ничего я еще ей не применяю. Тогда уже орхидея будет длительное, долгое цветение. Видите, там еще много бутонов есть, которые не распустились. Когда орхидея уже полностью распустит бутоны, пройдет месяца 2-3 с момента того, как она цветет, будет долгое цветение. Тогда я уже начну потихонечку применять для нее, поддерживать комплексные удобрения. И даже монофосфат калия я орхидеям показывала, что своим цветущим иногда поливаю, проливаю, потому что они в таком случае доращивают вперед цветоносик. Идет дальше цветение. Какие еще остались вопросы, пишите о своем опыте. По каким причинам у вас орхидеи сбрасывали бутоны, либо цветение. Будем их вместе обсуждать. А всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!